Петр Валерьевич, ну вот говорили мы уже, я в своем вступительном слове касался этого и когда мы пресс-подход делали про единственного поставщика, и Анна Тимуразовна показывала на стенде долю, которая растет. Как Федеральная антимонопольная служба относится к тому, что отдельные заказчики используют это право, да, законно данное на весь 2023 год по прямому заключению контрактов без проведения конкурентных процедур, какие у вас планы, что вы рекомендуете, какая практика проверок, когда опять же в ваш адрес обращаются вдруг обиженные поставщики-подрядчики, с кем не заключили контракт, вот видение контролера главного Федеральной антимонопольной службы на и законно вроде предоставленное право контрактования как у единственного поставщика, и ваше мнение, можно ли и нужно ли его использовать и когда, ну или же все-таки все есть для того, чтобы эти конкурентные процедуры проводить даже в тех условиях, в которых сегодня мы находимся. Спасибо за провокационный вопрос, Антон Александрович. Ну, я хотел бы начать, добрый день, коллеги, в первую очередь с того, что у нас две недели назад незамеченным прошло очень важное событие. Десять лет, как был принят 44-й федеральный закон, 5 апреля 2013 года. И у нас здесь в зале Анна Таймуразовна, которая участвовала в его написании даже в тот момент, поэтому я прошу аплодисментами поприветствовать одного из авторов. Сегодня он, конечно, изменился во многом, и об этом тоже уже говорил Николай Андреевич, что с 1 января 2022 года вступили в действия поправки по 360-му закону. Так вот, кажется, незаметно, два года назад мы тоже у Николая Андреевича сидели в кабинете, их обсуждали, а сейчас это достаточно сильно повлияло на то, как вообще распределяется объем обращений в федеральную антимонопольную службу и каким образом сегодня формируется именно наша практика. Практика ФАСа по рассмотрению жалоб от тех заявителей, которые к нам обращаются. Мы за 2022 год рассмотрели 37 тысяч таких обращений, это более чем на 30% меньше, чем в 2021 году. Во-первых, сейчас процедура изменилась, гораздо сложнее стало профессиональным жалобщикам вмешиваться в конкурентные процедуры и, конечно, количество обращений сократилось. Но при этом интересная тенденция, что количество обращений объективных, по которым действительно были нарушения, по которым нам приходилось выписывать предписания или вносить изменения в документацию, оно стало больше, составляет 42%. То есть жалуются уже, когда это действительно обосновано. На закупку единственного поставщика пожаловаться нельзя. Принятый 46-й федеральный закон, который дал право субъектам Российской Федерации, вторая часть 15-й статьи, предполагает возможность субъекта самостоятельно определять случаи закупки у единственного поставщика и порядок осуществления таких закупок. Собственно, лишил возможности тех предпринимателей, которые могли бы, может быть, принять участие в этом государственном заказе, обратиться с какими-то жалобами в федеральную антимонопольную службу. Это решение субъекта, решение заказчика, его право, которое он описывает самостоятельно. И после обсуждения того, что не все до конца понимают, каким образом это право реализуется и насколько оно действительно есть, мы вот после совещания совместно с Николаем Андреевичем вместе с Министерством финансов выпустили еще раз разъяснение, в котором сказали, что да, это право есть. Оно предоставлено по 46-му федеральному закону. Пользуются им очень по-разному. И, Антон Савчич, отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что по итогам 2022 года у нас есть субъекты, которые не воспользовались этим правом ни разу. И это является свидетельством того, что заказчик вполне в состоянии любого уровня обойтись без закупки у единственного поставщика по 46-му закону. То есть субъекты так живут и работают по-прежнему в рамках 44-го и тех полномочий о закупке у единственного поставщика, которые предоставлены частью 1-й 93-й статьи 44-го федерального закона. Там полномочия достаточно широкие, они предусматривают огромное количество случаев, с которыми фактически каждый заказчик и сталкивается в ходе своей ежегодной деятельности. При этом есть субъекты, у которых объем закупок по 46-му федеральному закону в 2, в 3, в 4 и даже в 5 раз превышает объем закупок по конкурентным процедурам. И, наверное, поэтому иногда в наш адрес поступают соответствующие запросы по поводу трактовки тех или иных закупок, осуществляемых субъектами. Мы такие случаи разбирали, среди них много там, ну достаточно странных, когда, например, субъект объявляет закупку, потом конкурентную, потом отменяет, заключается по 46-му с единственным поставщиком, хотя вроде бы и сроки были, и возможности были, но было принято там такое решение. Был у нас достаточно странный случай, когда при строительстве поликлиники был заключен контракт по 46-му федеральному закону на сумму миллиард 50 миллионов рублей, мучили поставщика на протяжении нескольких месяцев, не пускали на стройку, не дали ему документацию, не выдали разрешение на строительство, а потом расторгли контракт по решению заказчика и предложили нам включить его в реестр недобросовестных поставщиков. Вот такие случаи тоже у нас бывают и в службе рассматриваются. Здесь, конечно, отвечаю, Антон Александрович, на Ваш вопрос, нужен разумный подход в применении тех полномочий, которые на сегодняшний день предоставлены. Эти полномочия предоставлены в первую очередь для того, чтобы осуществлять срочные закупки, осуществлять закупки, которые невозможно осуществить на конкурентной основе в связи с недружественными действиями стран, то есть когда это действительно связано со срочностью и необходимостью. Мы такие поправки предлагали, надеемся, что они будут реализованы. Сейчас норма 46-го закона действует до 1 января 2023 года, соответственно, анализ закупок, который по 46-му закону проводится, мы делаем и обязательно в правительстве его представим на решение о дальнейшей судьбе такого права. И хотелось бы еще сказать, что Николай Андреевич поднял тоже очень важный вопрос, связанный с разъяснениями. В ходе обсуждения тех поправок, которые сейчас внесены в Государственную Думу к 44-му федеральному закону, мы выяснили, что та работа, которая ведется, собственно, всеми органами, связанными с закупками по разъяснению положения 44-го закона, она все-таки недостаточна. Несмотря на то, что мы за 22-й год выпустили 16 разъяснений, провели только на уровне федеральной антимонопольной службы три больших семинара, в которых были задействованы заказчики всех субъектов Российской Федерации. Уже в этом году в Иркутске провели семинар, на котором 43 субъекта у нас присутствовала, служба заказчиков. Но, тем не менее, вопросы все равно остаются, их много, и 44-й закон и случаи, которые в жизни нам предоставляют, настолько, ну, не всегда бывают предсказуемы эти случаи, что все-таки они требуют, чтобы практику мы объясняли больше. Мы это делаем... Как Вы относитесь к таким запросам? Допустим, торгово-промышленная палата захочет, чтобы Вы разъяснили их, так скажем, членам палаты, как правильно применять закон, допустим. Применяется он заказчикам так или не так? Вы не откажете? Вы это сделаете? Нет, конечно. И разошлете во все субъекты? Таких запросов к нам поступает достаточно много, и мы на основании их, собственно, и формируем наши разъяснения, которых вот за прошлый год было 16. Это там большая, важная часть нашей работы. Здесь на выставке есть стенд Федеральной антимонопольной службы, там наши профессиональные сотрудники, которые, я думаю, смогут ответить на любой вопрос, который возникает у заказчиков. Если они будут, пожалуйста, у нас 3 дня работы, мы открыты для того, чтобы эти вопросы обсуждать и приглашаем вас их задавать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова technicians. Мы творим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...